Неудачный вояж. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы может поплодиться карьерой из-за несанкционированной командировки. С кем Педро Аграмонт съездил в Сирию и как отреагировали на это его коллеги по ПАСЕ? Подробнее Ирина Иванова. Весеннюю сессию по СЕ председатель Педро Аграмонт открыл извинениями за свой визит в Сирию. Объяснил, не ждал такой бурной реакции. Очень переживает за гуманитарную ситуацию в стране и хотел помочь найти решение в конфликте, заверил Аграмонт и подчеркнул, не хотел пятнать репутацию ПАСЕ. Одно из ошибок было позволить некоторым российским медиа и депутатам манипулировать информацией об этом визите. Единственное заявление, которое я сделал в Сирии, были в качестве депутата испанского сената. Я находился там не как представитель ПАСЕ и у меня не было цели поддержать режим Асада. Впрочем, депутатам этого было мало. Один за другим они начали вставать в зале в знак протеста. Представитель группы социалистов назвал поступок Аграмонта безответственным и потребовал отставки председателя. Мы считаем, что вам надо взять на себя политическую ответственность за этот поступок. Существующие правила не позволяют провести импичмент, но есть возможность ротации. Серьезные ошибки требуют серьезных решений. Мы призываем вас подать в отставку. Более мягкое заявление сделал лидер самой большой политической группы Европейской народной партии. Он предложил провести слушание. Аграмонт согласился, но его все равно попросили немедленно покинуть пост. И до выяснения обстоятельств передать его в руки заместителю. Господин президент, из заявлений лидеров и представителей политических групп в этом зале предельно ясно, что вам не доверяют. Поэтому вам нужно вынести этот вопрос на голосование. Просто да или нет. Президент, я тоже должна присоединиться к коллегам. Вам нужно решить сейчас поставить вопрос о доверии или недоверии, вне зависимости от дискуссии и предстоящих слушаний. С протестом выступили и украинские депутаты. Господин президент, я ценю ваши извинения, но сейчас решающий момент для ассамблеи. Нам нужна прозрачность с вашей стороны и четкие объяснения вашей позиции. В противном случае, думаю, не стоит удивляться, если вам выразят недоверие во время голосования. Но сессия ассамблеи не ограничилась вопросом недоверия главе ПАСЕ. Представитель украинской делегации Вадим Новинский напомнил об одесской трагедии 2 мая и потребовал усилить давление на украинскую власть с целью проведения объективного и независимого расследования. В мае 2014 года в Одессе произошла страшная трагедия, в результате которой погибли 48 человек. Это были действия национал-радикалов при полном попустительстве украинской власти. 42 человека были заживо сожжены в Доме профсоюзов. С тех пор прошло 3 года и украинскими правоохранительными органами не было проведено тщательного объективного расследования. Виновные не наказаны. Что комитет министров сделал для обеспечения прогресса в этом вопросе? Политик призвал все страны, которых касаются резолюции ПАСЕ, неукоснительно соблюдать решение ассамблеи. Во время свободных дебатов сегодня лорд Андерсон из Великобритании заострил внимание своих коллег, членов парламентской ассамблеи Совета Европы, о том, что это не дискуссионный клуб. И резолюции, принимаемые в этих стенах, должны неукоснительно соблюдаться государствами, в отношении которых эти резолюции принимаются. Это в полной мере касается и январьской резолюции в отношении Украины. Там было четко сказано о том, что нельзя преследовать оппозицию и соблюдать права оппозиции в полной мере. Нужно соблюдать права и свободы человека в вопросах свободы слова. Представители украинской оппозиции в ПАСЕ намерены поднимать этот вопрос на разных международных площадках. Из Страсбурга Ирина Иванова, Елена Абрамович и Владимир Дедов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.